Я даже помню, как-то там людей в шаттл. Потому что в армию служить надо защищать близких, родных. Такое лучше не говорить. Это мы вырежем. Ты вообще не знаешь, что это, что тебя ждет вниз. Там такие накладочки тонкие. И вот просто бьешься тоже. Я не скажу, что он прям там входил в группу конкретно. Он прям четко джебом, джебом. Я такой спортик. Я не хайповый. Чистого. Тебе чисто на спортивной волне интересно. На спортивной волне, да, интересно. Тебе надо драться с ним. Потому что, говорит, ему надо защищать, а претендентов нет. А спонсором данного видео является игра Raid Shadow Legends. Замрите. Прекратите делать все, что вы делаете. Просто сделайте вдох. Не тратьте впустую свою жизнь. Пора что-то менять. Вы уже побеждали повелителя демонов? Разрушали ледяного голема? Поднялись на вершину роковой башни? А как насчет сражений с миллионами реальных игроков на арене? Что ж, теперь ты можешь взять свою судьбу в свои руки. Ведь это время Raid. Исследуйте миллионы комбинаций чемпионов и овладевайте бесчисленными тактиками, сражаясь с рейдовыми боссами, проходя подземелья, сражаясь в сюжетных кампаниях или сражаясь на PvP-арене. Имея сотни артефактов для экипировки и более 500 чемпионов, наделенных уникальными навыками, вы можете создавать свою команду, развивать своих чемпионов и прокладывать свой собственный путь. Так что же нового в игре? В этом месяце в Raid запланирован насыщенный график ивентов, которые начнутся этим летом, а также масса нового контента. И как всегда, в игре выходит куча совершенно новых чемпионов. И каждый из них выглядит просто потрясающе. Вы только посмотрите на этих парней. Также есть новая ротация Роковой башни, которую я определенно хочу закончить в этом месяце. Так что я собираюсь призвать как можно больше этих новых чемпионов, чтобы посмотреть, смогут ли они помочь мне достичь вершину. В Raid всегда много чего происходит. И этот месяц не стал исключением. Так что не ждите и не упустите новые возможности. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать как можно больше инсталла. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходите в описании под видео или сканируйте QR-код. Качайте Raid только по моим ссылкам. И в качестве нового игрока получи 1 древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чанору в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только в течение следующих 30 дней. Друзья, всем привет! Вы на канале Эдуарда Германского. Сегодня у нас в гостях Миша Тарабрин по прозвищу Мачете. Чемпион весовой категории до 84 килограмм в промоушене Hardcore Fighting Championship. Привет, Мишка! Здорово! Ну и давай немножечко пообщаемся. Надеюсь, смотрел наше интервью и, в принципе, представляешь, как у нас все происходит. Первый вопрос. Сколько лет, откуда родом? Мне 29 лет. Скоро 30 лет будет. Буквально 10 июня исполнится. Я родом из города Луткарина, Московской области. Родился там и живу всю жизнь. Знаю такой город. Я там работал в охране в ночном клубе. Я помню, как ты работал. Я даже помню, как ты там людей ушатывал. Серьезно? Серьезно. Ты меня видел там? Тебя там. Ну, много кого. Если перечислять. А ты типа... Я прям видел, как ты типа ушатывал прям это. Вот, помнишь, весна? Да. Он там такого нормально всадил типу, блин, он упал. Тоже пацаник подходит. Чего ты, говорит, не фёкся? Я говорю, да нахрен, блин. Вы сами накипишовали, кипиш устроили. Пацаны не было такого. Вот это, да. Так ты, оказывается, меня давно знаешь? Конечно. Я даже на одной тренировке с тобой был. Где? Во Владыкино? Не-не-не. А где? Еще когда по-околу футболу. Так. Давай чуть-чуть отойдем от темы. Ты занимался... Держинку. Помнишь? Держинку. Ты занимался около футболом? Ну, короче, я пытался, как бы, у меня там пацанчик, кто один из основы тоже. Он его, ну, пытался, как бы, пристроить, короче. Это когда я с триумфом катал? Такое лучше не говорить. Это мы вырежем. В общем, не с триумфом, когда я катал. Это уже чуть позже. Да. А ты за кого был? То есть ты приезжал на совместную тренировку? Совместная тренировка была, да. В лесу? В лесу. Когда 50 на 50 мы рубились? Да, когда, короче, молодым должны были показать, короче. Да, 50 на 50. Я помню, ты стоишь, мы вход делаем, короче. А я тогда еще весил килограмм, 70 на что. Вот. И ты такой стоишь, пацаны, не ссыте, они тоже устали. Да, да, да. Сделаем их, короче. Вот. И не сделали. И не сделали. Потому что там парни к серьезной драке готовились. Да, да, да. Крупной. И мы... Они должны были проучить, что-то молодежь там говорили. Вот. У них там состав такой серьезный был. Блин, вот это да, круто. Миш, теперь прям еще сильнее респектую тебя. Так, ну и вернемся, тем не менее. Мы еще об этом, может, поговорим сегодня. Чуть вернемся к нашему изначальному, к нашей изначальной теме. Как давно ты в спорте? Какие у тебя есть спортивные звания? Какая у тебя база? В спорте я примерно лет с 7-8. Отец меня дал на карате. Говорит, сила нужна, должна быть. Потому что в армию служить надо защищать близких, родных. Карате я занимался тоже лет 7-6 до фиолетового пояса. Это много. Да. Ну, тот момент был только вот карате и бокс. Как раз вот там 98-99 год был. Мой, занимался, занимал, короче, места одни только вот. Там же ката еще есть. Есть кумите, короче. Кумите, это что понимали, это вот свободный кумите, это драка. Там такие накладочки тонкие. Вот. И просто бьешься тоже. Вот. Дед Лол туда. Вол внутренний. Вол внутренний суть. Вот. Ты правый. Хорошо. Правый плюх. Не лети туда, мешанин. Не лети туда. Не было весовой категории. А в клапах каратисты дерутся? Да, капы. Капы, да. Ну, без шлемаков, без защиты полностью. Только вот накладка вот такая вот, тонкая там, ну, меньше сантиметра, наверное. Вот. И там была, короче, категория 14, например, 14, там, 17 лет. И пофигу. Вот он весит там, даже 17 лет можно уже весить, да, там, 80. А я там, я вообще дрящом был маленьким. Вот, бля, помню, такие зарубы, у меня сечки были просто. Ну, всегда рубился. Все свои медали, места я занимал только вот на, как его, кумите. Каты вот эти красивые. Я корявый, короче. Слушай, ну, насколько я знаю, вообще, на самом деле, много выходцев из каратэ в UFC. Если я не ошибаюсь, тот же Сент-Пьер, да, по-моему. Оно, как бы, разное есть каратэ. У меня каратэ до было, да, там. Самая популярная, наверное, на тот момент в России. Да, да. Оно как раз пришло только вот. Вот. Все ей занимались. Ну, база хорошая в плане того, что для конституции тела, растяжечка. Единственное, что у каратиста в руки всегда, да? Да, там не такая, там, то есть внизу стоишь, прыгаешь так вот. И бьешь вот так вот. То есть не в челюсти, а вот. Я когда перешел в бокс, мне прям сразу тренер подошел, говорит, «Ты чем занимался, каратэ, что ли?» Ну, да, сразу видно. Ну, техника, да, вот оно как бы... Короче, я занимался каратэ, огреб на улице и понял, что... Надо идти на бокс. Надо каратэ не поможет, да. Пошел на бокс. Вот, на боксе уже это, нормально так, выстегивал. Сколько лет занимался боксом? Ну, года четыре. Выступал по любителям? Выступал, но у меня мало боев по любителям. Званий никаких нет по боксу? Званий никаких, ну, как сказать? Разряд, может. Вообще, ну, как бы, не присваивали, не идешь, присваивали, а говорили, там, первый разряд. Ну, бьешься на первом разряде. Я выступал по первому разряду, но у меня, ну, не было книжек никаких, не зачетных, да, никаких подчетных. Да, никаких подчетных. После бокса, что у тебя было? После бокса я ушел в армию. В армию? Да, в армию, просто служил в армию. Год, два служил? Год, да. В девятом ушел, в десятом пришел. Вот. Отслужил в армию, пришел. Какие войска? Морская пехота, десантаструмовой рота. Десять прыжков с парашютом сделал. Каспийская флотирия. Вот, нормально так напрыгали. Еще тогда вот армия была на натуре, ну, прям вот, армия там, то есть наряды, все еще наряды были, и столовые, и КПП, и все было. Сейчас в детский сад говорят. Ну, то есть тебе понравилось? Вообще не жалеешь? Вообще не жалеешь. То есть своеобразная школа жизни тоже, которая меняет в голове что-то? Да. Я, по-моему, первый суммашбросок, мы побежали на полигон в полной выкладке. А я гранатометчик был по должности. Блин, у меня 16 килограмм броня, гранатомет 7,5. А КСУ, блин, еще в Астрахани, там жара 50 градусов, 50 градусов на солнце. И вот мы бежали, я помню, бегу и просто я кричу, мама, мама. Я вспоминал маму просто, думал, зачем вообще этого прошло? А я сам прям хотел попасть в элиту, просто доказать себе, что это круто. Ну, потому что не просто там траву красить, а вот реально пострелять, побегать, попрыгать, повысаживаться, короче. Ну, все было вообще. Все прыжки с парашютом нормально прошли, с запасным? Все нормально прошли вообще, вообще идеально прошли, я бы сказал. Были, да, там, ну, коса, там, косать, то есть, короче, тебе когда заплетается, так вот, ты берешь и раскрутишь, и все, тебя раскручивает. И все, смотришь вообще. А есть разница вот между первым прыжком, вторым, третьим, десятым? Да, да. Какой-то страшней? Первый прыжок ты неосознанно. Ты вообще не знаешь, что это, что тебя ждет вниз вообще, как ты выпрыгнешь, да? Он стрёмный, да, по-своему, но ты прыгнешь по-любому. А ты вот выпрыгиваешь, когда у тебя парашют, просто вот я знаю, например, в советское время, да, ты прыгаешь и сразу парашют, например, открываешь. Все, все, кто не десантинг, все знают. Нет, это стабилизирует система. Ты выпрыгиваешь, тебя стабилизирует система, выходит. А она тебя стабилизирует, чтобы ты ровно летел. Вот этот маленький парашют, это вот, да, ты летишь, вот ты должен лететь ровно, как камень, да? И потом открываешь. Четыре секунды? Три секунды. У меня просто отец тоже. Десантин, да? Да. Он в Германии служил, много я историй всяких слышал. Но у него очень много прыжков, когда ты что-то там запасные парашюты вам открывал. Ну тогда Советсоюз-то она еще была, это, неразведанная. А парашюты типа уже современные или такие уж советские? Ну советские, как D6 серии 4, кто знает. Это 60 какого-то года там, ну да. Ну и вот разница между первым и вторым прыжком. Второй страшнее? Колоссальная, да, конечно. Все, ты понимаешь, как тебя будет крутить, как ты будешь, ну короче, с какой скоростью ты летишь. То есть все, ну все осознаешь. А третий уже на расслабоне или? Ну все равно не каждый, каждый прыжок он по-своему как бы страшный. Но все равно самый страшный, наверное, второй, да? Самый страшный второй, потому что ты, ну да, после первого, второй. Первый ты вообще вываливаешься. То есть прям выпрыгнул, там надо отскакивать. А ты прям вообще рядом вываливаешься. То есть получается ты отучился 9 классов? Нет, я отучился 11 классов. А, 11 классов отучился и ушел в армию. Год я просидел дома. Не учился? Подрабатывал, да, потому что мне было 17 лет. Вот я закончил 17 лет. И вот год как раз к 18 годам я уже все. Прямо день рождения у меня в июне 10 и 15 меня прям разобрали. А почему никуда не пошел учиться после школы? Ну там колледж, университет, институт. С деньгами проблем была. А на бюджет не получилось поступать? Нет, ну я троечник, двоечник. А так я из многодетной семьи и как бы не вряд. И с армии пришел, ты пытался опять куда-нибудь поступить? Да, в институт я поступил. Поступил? Да, на юридический. Отучился? Ну до сих пор там учусь, уже лет 10, наверное. Так, подробнее. Ну короче, я просто как бы... В общем ты просто не забрал документы? Да, деньги платил и не приезжал. В общем у тебя законченного высшего образования нет? Нет, да. Но ты все равно числишься. Нет, сейчас уже все. Отчислили? Сказали, я на четвертой курсе был уже. Все, сказали это. Хватит. Надо, да, хватит. Ну я просто платил как бы и все. Даже не сдавал ни экзамены, ничего. Понял. Родители настаивают на том, что все-таки нужно высшее образование получить? Ну да, говорили, надо учиться. Отец всегда говорил то, что надо учиться, быть умным. Вот. Я всегда говорю, да ладно, улица все решает. Все, наверное, такое еще. Все хотелось чего-то такого. Ну часто, когда повзрослел, изменил уже свое мнение? Конечно, конечно. Надо было учиться. Надо было учиться. Надо было учиться, да. Слушай, ну тогда немножечко вернемся к спорту. Смотри, позанимался ты боксом. Куда пошел дальше? Боксом позанимался. Ну вот с армии пришел, погулял чуть-чуть. Вот. Вернулся обратно в бокс. В городе там уже занимался. Некуда ездить было. Вот. Занимался. Хотел попасть в клуб Род. Это вот давно-давно. Потому что это когда он еще на Павелецкой был. Вот. Был он на Павелецкой. Потому что ну такой из Москвы он самый топовый был. Да, на тот момент. На тот момент вообще. Мало было клубов. Вот он прям топовый был в клуб. Там на тот момент занимался как раз Махно, Хандошка, Мясников Валера. То есть такие топовые бойцы. Хандошка до сих пор по-моему бойцом UFC числится, если я не ошибаюсь. Да, да. У него один бой. Вот он выиграл. Нет, по-моему у него сейчас 1-1. По-моему первый он выиграл, второй проиграл. Я могу ошибаться, но по-моему так. Ну я тоже не помню. Вот он выиграл. Я помню, что один точно был. Я с Хандошкой тоже лично знаком. Махно сейчас со мной в клубе тренируется. Я знаю, в Еволве, да. Не знаю. В общем и ты попал в рот. Да, я попал на Павелеву. Начал ездить в рот. Мечта сбылась. Реально хотел попасть в рот именно в сборную. Сборная там, короче, они бесплатно тренируются. Думаю, блин, поеду по-любому. Начал ездить. Но ездить далеко, чтобы понимать. В один конец там 2-3 часа выходила. То есть часов в 6 только на дорогу. На дорогу. Да, уходила. Я полгода занимался, ушел. Все, ушел. И обратно пришел у себя в городе. Обратно в бокс вернулся. Начал в бокс. Опять так, ну для себя заниматься. Немножко там где-то выступать какие-то соревнования. Такие там любительские, чисто на открытых рингах. Вот. Выступал. Ну пару раз там выступил. И тут такая информация. Бах, типа. Закрывается рот. И переезжает в Люберцы. А мне тут до Люберцы вообще. Понятно. Полчаса до езды. Я обрадовался вообще. Прям ждал, ждал. Короче. Вот они открылись. И обратно вернулся. И сколько лет ты, во сколько лет ты пошел на ММА? Получается, первый раз я пошел в 27. Правой ногой Битко. Давай, 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 давай. Иди на место. Давай, давай. Проснись уже, проснись. Стой. Левый спинт, и правый. Ноги пока, ноги. Вот и все. То есть, ну всего три года у тебя, грубо говоря, опыта. Даже чуть меньше. Два с половиной, не более. Вот два года сейчас вот здесь. И за два с половиной года ты стал чемпионом России по любителям по ММА. Да. Пояс есть какой-нибудь? Да, конечно. И пояс есть. И пояс есть. Теперь у тебя два пояса получается. Один по ММА. На третий. На третий. По-любому. Ну, мы это еще сейчас обсудим. Про амбиции поговорим. Все это время родители, ну вот отец, если он тебя отдавал на карате, то есть он был за спорт. Ты все это время, сколько ты продолжал там тренироваться, выступать, он тебя поддерживал? Да, он говорил, не бросай, тренируйся. Он мне и про карате. Вообще, как вот ситуация произошла, почему я на бокс пошел. Вот я говорю, я огреб. Я на карате. Вот. Мне не нравилось, вот честно скажу, да. Ну, мне не очень нравилось, потому что там в основном по воздуху бьют. А мне хотелось что-то такого. Ну, по воздуху ты удар не набьешь все равно, как бы ты не бил. В любом случае надо бить почему-то по мешку там или что-нибудь, чтобы у тебя удар появился. Мне не нравилось, и как бы я и прогуливал, у меня отец всегда говорил, зачем прогулюшки, еще в армию идти. Вот. По-любому надо как-то это, там за себя постоять. Я такой, да, да, да. И вот на бокс ушел, короче. И вот там мужика я пришел, я помню, у меня такая мечта была, там, Стасин увидеться, короче, там, то, что у меня там на перчатках, может, распишется, короче. Ну, такая детская мечта. Вот. И начал тренироваться в боксе. Потом ушел, кстати, я преренировался за два месяца, ушел, ну, как вернулся, кстати, как вернулся в бокс. Это я перешел в другую школу. У нас была вот одна школа, да, я учился в девятом классе, она гимназия. Вот. И у меня мама, короче, сначала хотел оставить 10-11 там, ну, директор сказал, говорит, то, что нехорошая идея, потому что гимназия, она серьезная такая там. Лучше вообще образовательную перевестись. О, нас перевезли в другую, перевели в другую школу с сестрой. Мы начали ездить, то есть, короче, вот у нас город есть, да, Луткарина, а есть Петровская. Это как бы вот, ну, рядом они находятся, ну, там буквально километров, ну, пять, вот так, где-то примерно, вот. Начал туда ходить, а там пацаны такие все, тоже такие, блин, как сказать, бродяги такие, короче, вот, и они боксом занимались. Блин, они вот на улице, ну, бьются вообще нормально, их уважают. Я понял, что надо, короче, возвращаться в бокс, надо становиться сильнее. Вот реально, вот они, как бы, вот я перешел туда, меня поменяло прям много в жизни. А такой был мне там, пинали, короче, и затрещины давали, то есть. Ну, слабенький был сам себе, очень маленький, худой, в армию уходил, я в армию уходил 59 килограмм. А вернулся? 75. Нормально в армию набрал? Нашку набрал, да, почти. Круто. И вот с этого момента как раз массу и держишь, получается. Да, да, вот как она пришла и, да, начал. Слушай, ну, в ММА у тебя стиль боя в основном это стойка, руки-ноги или только руки больше? Только руки. Только руки. Ногами вообще пинков дают, такими корявыми. А в борьбе как? В борьбе у меня суета, вот, ну, я реально полагаюсь на свои руки, да, полагался. Но вот если борец тебе попадался в пару, защищался хорошо? Защищался, ну, проигрывал, много проигрывал. Но, кстати, вот у меня есть даже по борьбе я выступал, по, получается, по грепплингу я выступил и по джиу-джитсу. Джиу-джитсу я занял третье место, проиграл одну схватку, четыре схватки провел, одну схватку проиграл, такому хорошему, опытному спортсмену, вот, проиграл, третье место занял. А, получается, в грепплинге, да, я занял первое место. Круто. Всем сделал амбар, всем, троим, вот, но это можно чисто на физуши. А в плане борьбы, ну, вольная, там, греко-римская, как вот у тебя именно с проходами, вот? Вот я проход, проходы я люблю делать. Нравится? Да, проходы. Ну, а сам в бою делаешь или только уже, когда видишь, что надо что-то как-то менять, срочно геймплан? Стараюсь все равно, стараюсь положиться на свои сильные, да, качества. А, в основном все твои, потому что, ну, у тебя много, ты говорил, около 150, да, по-моему, боев по ММА ты провел? Нет, меньше? Нет, конечно, мало. Нет, 20 боев максимум. А, 20 боев, мы с кем-то перепутал, прошу прощения. 150, это уже уровень очень серьезный. Это я просто очень много интервью, я, возможно, просто с кем-то перепутал. Ну, ладно, не суть, около 20 боев, большинство из них ты выигрывал нокаутом, решением. Нокаутом. Нокаутом, да. А были победы, там, удушающим, болевым? Ни одного. Ни одного? То есть, все либо решения, либо поражения, либо победа нокаутом? Вот решением, да, были. Чисто всю дистанцию проходили. А были ли у тебя поражения нокаутом? Нет. Никогда не отлетал? Нет. Это очень хорошо. Не правило. А проигрывал, получается, в основном либо решением, либо болячкой? Да, по очкам. Вот на одном соревновании, короче, на союзе ММА в Серпухове мы поехали там на призы этого губернатора, по-моему. Подрался с парнем, переоценил его, конечно, думал, я думал, что я пройду, пацан молодой, думал, что я пройду вообще на изи. Так недооценил, получается. Ну, да, недооценил, да. Думал, что я пройду на изи просто, говорю, пацаны, все, говорю, сейчас буду драться за первое-второе место сто процентов. Получается, мы входим с ним, прям входим в такую руку конкретную, и он меня переводит, переводит прям конкретно, там, прям, себя сверху держал, грубо говоря, упал. Амплитудно. Да, да, амплитудно прям. Упал, встаю, мне еще раз переводит, заходит на болевой, на рычаг. Ну, я думаю, блин, да я сдаваться не буду, я же сильный на. Ну, и, короче, у меня вот так, получается, рука, и он просто берет, вот он делает, делает, а я не стучу, и он прям берется всей дурой и рвет мне. У меня прям хруст, и у меня, короче, суставная сумка лопнула просто, хрустнула. Вот эта боль, которую я просто вот, вот думаю, да, что там, да, что-то там мне говорили, да, что там у тебя рука. Я побледнел, я реально чуть сознание не терял, мне вот делали обезболивающую, это просто такая боль, я, я вот реально, вот я рукой вот так вот. Я просто, я спать не мог неделю, я просто спать не мог, потому что это настолько, такая боль была, я думал, я пацанам сказал, все, у меня связка, беда порванная. Они говорят, да пока МРТ не сделаешь, тебе никто не скажет. Вот, ну, ужасная боль была, я понял, что, ну, нафиг, вот это терпение, за медальку просто, за 3-деметчика. Хотя вот, вспоминая последние два боя Тони Фергюсона, когда как раз ему сначала Оливейра делал рычаг, и во втором бою, когда ему скрутку пятки делали, и он все это вытерпел и не постучал, это просто жесть. Ну да, это жесть, реально. Оторвать так пятку. Ладно, едем дальше, как говорится. Слушай, ну смотри, со спортом это все понятно, основное время проводишь на тренировках, работа у тебя есть? Ну, в данный момент я не работаю, у меня свой зал с пацанами. Свой, в смысле, ты открыл зал? Да. И за счет этого живешь? Да, за счет этого, плюс обувь продаем. Получается, работаем, ну, в смысле, на себя, но работаем. Ну да, на себя работаем. Ну да, это у нас еще, как бы, был сервис свой в Москве, на Каширском шоссе. Вот, мы его продали, вот приобрели в спортивный зал. Круто. Такой старый, ну, качалка такой, вот, там, за ним приходят, занимаются. Можешь прорекламировать, может кто-то придет. Хардклаб, приходите. Обувь, кстати, тоже продаем, хорошую, качественную, оригинал. А что за обувь? Вся, New Balance, Under Armour. Нового клиента приобрел. Базар, мы тебе подарим. Ну, с меня реклама-то, да. Базар. Любишь читать? Нет. Вообще не люблю. Прям не твоя история. Да, и плохо читаю, хорошо. Серьезно? Серьезно. Ну, как тебе, могу почитать, как бы, ну, обычно. Вот, а так на себя на тройке читал. Вот это скорость, помнишь, там, была? Да, да, скорость, да, чтение, на тройку просто. А хобби есть какое-то, помимо спорта? Хобби? Спорт. Только спорта? Да нет, футбол, в футбол люблю играть. Любишь играть? Да, могу прям побегать, поноситься прям. А для чего начал просто играть? Потому что выносы эти вырабатываются. Офигенные. Потому что взрывы? Да, вот эти взрывы короткие, просто прям вообще пушечные. Вот прям дыхалочку хорошо разрабатывает. В хоккей любил играть тоже, зимой. А так, ну, на охоту можно съездить. Но животных не убиваешь, жалко. Так а как ты тогда ездишь на охоту? На охотников охотишься? На людей, да. На людей, да. Охотиться на охотников. Не, я себе говорю еще, я поймаю медведя. Базару нет, все вы хищники, но охотник-то здесь я. Не, я говорю еще, поймай медведя, вот эти кувалды просто почувствуют настоящие силы. Как всегда говорю. Слушай, ну если у тебя такая успешная карьера в ММА, все-таки чемпион России по любителям, почему ты не продолжил в ММА, а выбрал именно кулачные бои? Потому что у меня ударка. Я же говорю, что, ну, все вот. А все борются. Мало кто рубится. Не, есть рубится парни, да? Ну, когда они видят, что человек, ну, как бы, заряжен, проход, и все, ты лежишь и уже кайфуешь. Так а почему тогда не подтянуть борьбу? А мне лет уже много. Понял. Ну, я в 30 начал, братан. Почти в 31 год я начал бороться. Вот смотри, я начал нормально ходить на тренировки, там, грубо говоря, по вольной в январе. И в январе же мне вступнуло 31. И вот первые свои соревнования я провел уже в 31 год по борьбе. Поэтому... Ну, я видел, наверное, по вольной. Да не, она никогда не поздно. Просто тут вот там-то дело, тут фактом то, что что-то выбираешь. Тут, понимаешь, вот я на кулаках пришел, да, вот я, грубо говоря, залетел нормально. То есть, ну, это прям моя тема, да, я прям рублюсь, врубливаюсь, короче. А бороться это надо учиться. Учиться год-два, да, там, то есть, ну, по-любому надо времени уделять этому. И пока туда-сюда, а время-то оно идет. И куда идти? Сейчас, да, организации много, на самом деле, можно, да, куда-то пойти там по ММА. Ну, блин. А так, чтобы прям, ну, серьезно какое-то там, я не вижу. Если бы там или 20, базар и 0, там можно было куда-то стартануть. А так... Смотри, ну, откуда у тебя, в принципе, появилась идея залететь на кулаки? То есть, тебе кто-то это предложил, или ты просто сам увидел и подумал, что, блин, а почему нет? Да, сам увидел. Сам увидел. Сам увидел. Просто многие из гостей говорят, да мне там все друзья, все родные говорят, блин, ты там крутой боксер, тебе надо по-любому залететь на хардкор, подраться на кулаках. И вот ты, наверное, один из немногих, кто сказал, что, блин, сам увидел. Я увидел, когда, да, первый раз, я помню, увидел, отправил заявку, и сам первый раз, когда я был. Вот, отправил заявку. Думал, по-любому надо идти, потому что, ну, я много дрался, много дрался на улице, да, там. И вот, ну, как побеждал, так же ему мату дрался. И побежал именно руками, именно руками. Вот, а тут я понял, что тут ток руки. Ну, все равно же разница, вот согласись, между тем, когда ты дерешься на улице с человеком, и тем, когда ты в ринге по правилам. Огромные, хоть это и голые кулаки. Разница-то почему, потому что тут дерешься на улице, ты фиг пойми, с кем. Ну, грубо говоря, они такие удары, да, никак в жизни там не получали. Ты ему там поцарапал, он раз упал, и все, короче. Вот, и тебя там, да, поцарапали, блин, как я называю, кошки-царапали, блин. Вот, а тут ты бьешься с профессионалами свое дело. То есть, в любом случае, парень перед тобой будет стоять, он по-любому либо мастер, либо КМС-ник, да. А может быть, и то более, там, чемпион мира. И это ММА, это бокс, это кикбоксинг, без разницы, все ударники все равно. Конечно, разница вообще колоссальная, просто колоссальная. Почему тогда именно хардкор? То есть, много же площадок, почему ты выбрал именно хардкор? Я увидел именно в хардкоре, вот, реально увидел. Я до этого знал про топ-дог, да. Мне пацаны говорили, что-то, вот, прям, реально говорили, да, за полгода еще до хардкора говорили, подай заявку на топ-дог. Вот, не знаю, вот, я прям увидел, ну, такая, как бы, ну, такая пацанская, да, ну, на самом деле, как бы, там, пацаны им дерутся, как бы, ну, как бы, ну, обычная такая организация, честно скажу, да. А вот, когда хардкор вышел, он, как бы, новое, что-то новое, и вот она, как бы, вот, как будто даст что-то такое, вот, прям, масштабное, интересное. И, как, вот, грубо говоря, сравнивать, да, там, у нас в России, да, там, какой-нибудь, там, Fight Night, и, грубо говоря, там, UFC, ну, грубо говоря, вот, тоже сейчас Fight Night вышел, и потом UFC, вот, я бы, там, выбрал, да, там, UFC, по-любому. И вот так же, я увидел, не знаю, ну, как-то прям понравилось вот мне хардкор, может, выпусками своими. Тогда вопрос следующий, открывается хардкор ММА, были мысли, или, возможно, даже уже были предложения от матчмейкеров, чтобы залететь и проявить себя еще там? Не, мысли вообще не было, я, не, спрашивали, не хочешь ли хардкор ММА, я говорил, не. Кулаки мои стихи. Хочу, хочу на кулака, да, не хочу. Просто, если я бы хотел бы в ММА, да, ну, можно было бы, да, не только, да, в хардкор, можно было бы, в любую попробовать, там, постараться, там, в организацию сунуться, вот. Я ушел на кулаки и хочу остаться на кулаках. Как у тебя с личной жизнью? Девушка, жена, дети? У меня жена, ребенок, Стослав. Сколько лет? Год и три месяца уже, четыре, по-моему, четыре. Круто. Как родные относятся именно к голым кулакам? Мамка прям говорит, уходи. Да? Да, говорит. Даже после того, как принес поезд домой? Да, я принес поезд, да, у меня глаз разбитый, она, слезы. Слепой останешься, ну, как обычно, вот. Зачем тебе это надо, все. А после ММА, ну, вернее, вот, когда ММА занимался, тоже так говорило? Да, тоже самое. Так же, блин, кого-то, особенно, руку оторвали. Че у тебя случилось, как-то. Я говорю, да, это спорт. Мы бьемся, деремся. А отец как? Ну, тебе это нормально, как бы, ну, тоже так говори, там, послушай, мать, то есть, да. Ну, и вообще спрашиваешь, что у тебя дальше, как всегда. Ну, а что дальше? Вот ты стал, там, чемпионом, что дальше? Дальше защищать. Я говорю, дальше защищать. С кем? Я говорю, да не знаю, с кем придется. А жена как реагирует на это? Жена сначала как-то вот прям не хотела, она прям, ну, как бы, говорила, да, зачем тебе надо, вот ей всю голову отобью, там, туда-сюда. И так отбитый. Да, и так уже отбитый, реально, там, ну, вот. И потом, когда она увидела, первый бой, второй, она говорит, это твое. Да? Да, она начала поддерживать. Да, она сказала, это твоя тема. Согласись, это прям очень сильно помогает. Это очень сильно помогает. Это особенно когда ты едешь, тебе говорят, давай, мы за тебя, ты вернешься с поясом, ты вернешься с победой. Это очень прям мотивирует, конкретно, да. Поддержка это сильно. Но ты был уверен в том, что пояс заберешь? Я был, как бы, знаешь, как говорится, не то, что уверен, я хотел этого. Уверен, я, ты не можешь быть уверен ни в чем, никогда. Но хотеть, ты можешь. Ты можешь быть уверенным в себе, но не уверен в победе. А хотеть или хотеть там. Вот я хотел. Ну, можно в каком-то плане сказать, что, возможно, ты хотел этот пояс больше, чем Эмиль, поэтому и забрал его. Как считаешь? Я именно, может быть, хотел больше. Но я не думаю, что Эмиль не хотел. Потому что у него второй шанс появился именно забрать, да. Тем более он с Абу Бакаром дрался. Абу Бакар серьезный оппонент, реально серьезный, очень серьезный. Вот. И как бы... Ну, где-то еще говорили, я говорю, где-то я слышал, что говорили, что я такой, типа, проходящий боец. То есть мы можем прийти. Вот. Тем более мы с ним спарринговали, у меня что-то неплохо так накидывал. Я проигрывал на перчатках. Но на перчатке это другое. Это не перчатки. Согласен. Вообще другая. Ну, вот если бы Абу Бакар вернулся в лигу, и ему сразу бы дали, соответственно, чемпионский бой с тобой, у тебя была, например, защита против него. Как думаешь, как оцениваешь свои шансы против него? Был бы сложный бой. Очень сложный бой. Ну, я говорю, опять был бы нокаут, мне кажется, по-любому. Думаешь, защитил бы? Я постарался бы защитить его в любом случае, да? Ну, там опыт конкретный. Очень хороший опыт. Ну, реально, по сравнению, да, вот с нами так вот смотреть. Там такой прям профессиональный пацан, реально профессионал. Он, по-моему, насколько я знаю, спарринг-партнер был Мурат Агасиев. Да. Блин, Мурат Агасиев, там опыт огромный. У него, по-моему, 150 боев любительских. Ну, он не свалил Эмиля. Хотя он попадал. Попадал. И, кстати, попадал неплохо. Но, опять же, это мод ортопометрия могла сыграть, да? Он не большого роста, да, по-моему? Ну, они с Эмилем, я точно не помню, мне кажется, примерно одного роста. Ну, нет, он, наверное, пониже, чем Эмиля, но выше, чем ты. Столько у него, по-моему, правша, Глюша? По-моему, правша. Правша тоже. По-моему, правша. Ну, смотри, вот прошел бой. Вы с тренером сели, обсудили после. Какие основные замечания были со стороны тренерского штаба к тебе? Ой, как обычно кидаешь. Вот. Без разведки там. А в плане бензобака? Вынослив. Да. Функционалочка. Много кто сказал. Акцент будете делать на то, что? Потому что теперь у тебя все бои, пока ты держишь чемпионский пояс, у тебя все бои будут по пять раундов. И ты же сам понимаешь, что пять раундов это долго. Это долго, согласен. Да. Это, конечно, не пять по пять. Я не вижу монстры, просто. Но, тем не менее, пять по две тоже. Да, сейчас я буду делать, я по-любому буду делать акцент на функционалку. В любом случае она нужна. Давай немного вспомним твои бои, твой дебют. Первый бой ты у нас провел против, напомни, с кем ты дрался? Тоже, по-моему, против дебютанта, нет? Да, да, да. Дебютанта он на замену вышел. Смотри, а сейчас у нас такое классическое представление, левша против правши. Отличное попадание от Михаила. Дальше у тебя был грачик, это довольно серьезный, опытный боец, и как боец голых кулаков, и как, в принципе, боец. Он же и тренер, а... Международник. Да, в общем, очень крутой парень. Решили качать. Два-три удара. Сейчас как раз слышим мы из зала, ребята, активнее давайте. В целом мы этот посыл полностью поддерживаем. И дальше был Эмиль Бахшиев, в котором ты встретился в финале за пояс. Тоже довольно опытный, и как боксер, и как боец кулачных боев, потому что у него уже на тот момент было около семи боев, если я не ошибаюсь, на голых кулаках. Это огромный опыт. Эмиль, не оставайся! От головы! Это то, о чем я говорил! С кем было сложнее всего? Знаешь, и первый бой был сложный, да, даже. Пускай он прошел, там, 56, по-моему, секунд, там, 58. Он был первый, потому что. Психологически. Да. Ты выходишь, вообще не знаю, что это, и как вообще. С чем это едят, как говорится. Грачик, да, грачик, бьющий пацан. У него удар сильный. Ну, есть некий авторитет, то есть это тоже, наверное, в каком-то плане играет какую-то роль, когда ты думаешь, что ты выходишь в этом. Ты выходишь против хорошего бойца, противоопытного. Или... Не, не, не. С такими темами не сталкивался? Тут не играло никакой роли. Нет, тут не играло. Не знаю, почему как-то. Я как-то увидел, что, не знаю, может быть, понял, что я выиграл. Как-то вот нутром как-то почувствовал, что выиграл. А вот с Эмилем, с Эмилем, да? Блин, он красавчик. Он в том дело, что он прям удвигается, да? Вот, ну, реально боксер. Вот он сказал, да, на конференции, сказал, что он будет сначала боксировать, помнишь? Да. А потом говорит, не, правильно, мы будем тебе порубиться. Все бои, которые я проводил на хардкоре, я старался технически проводить боксер. Я устал от этого, я хочу порубиться. Но, тем не менее, он боксировал. Он боксировал, да. Я не скажу, что он там входил в группу конкретно. Он прям четко джебом, джебом. Он мне глаз разбил джебом, чистого джебом. У него хорошая техника бокса, очень хорошая. Ну, я, как бы, корявый. Ну, вот как ты считаешь, если бы... Ну, просто, предположим, если бы не получилось у тебя закончить бой в третьем раунде, четвертый, пятый раунд, он бы смог бы перевернуть инициативу в свою сторону? Мог бы. И за счет очков? Мог бы перевернуть, да, мог перевернуть, да. Но, опять же, я бы в любом случае бил бы. В любом случае, по-любому. Я вкладывался в каждый удар. Ну, а почему вот так вот, да, просил немного? Я вкладывался в каждый свой удар. И когда не попадаешь, прям в два раза больше силы... Сразу, прям, вот так... Вот, если бы у нас была бы... Кстати, сделать там... В Марталкумпе, да, так, в Марталкумпе. В Марталкумпе, да, так, в Марталкумпе. Ну, вот, нам было сделать, там, раз, раз, да. Вот, выносливость. Да, он так забирал неплохо. Плюс у меня попадал тоже, забирал. Ну, как говорится, что было, то было. Ну, считаешь, что с ним все-таки самый сложный бой был? Ну, да, да, потому что мне никто не нанес так увечи, как имеет. Мне там пару раз ударил, это как у Грач. Удар хороший тоже, у меня плечи отбил, там, жестко отбил. Ну, и так на лбу что-то там было. Уже были какие-то общения с матчмейкерами по поводу того, кто будет твой следующий оппонент, против кого будешь защищать пояс? Да нет, пока не был, но я думаю, как правило, это по-любому должно пройти время, потому что, ну, сразу же не могут дать тебе, прям, раз ты подрался, тебе сразу защиту дадут. По-моему, еще никому так не давали. А Абубакар, по-моему, защищал пояс? Нет. Я могу ошибаться? Я должен был драться. За пояс? Да. С Абубакаром? Да. Из-за чего вообще произошло-то все? Все, понял. Да, их потом сняли, и вот вакантник остался. И вот мы разыграли его вместе. А, получается, ты прошел Грачика, ну, дебютный бой Грачика, и хотели, чтобы... Да. И мне, да, Армен сказал, говорит, давай, это, ну, вот, амбиции у тебя на, как сказать... Ну, чемпионский. На чемпионский бой, да, на чемпионский бой за пояс, вот. И я такой, блин, Армен, говорю, а с кем? Ну, с Абубакаром. Я такой, да, ну, нахрен. Тяжело будет. Он такой, ну, надо, надо, мешай, надо. И все, я такой, я понял. Надо, значит, надо. Надо, значит, надо, да. Пришел, сказал Сане Сидорину. Саня такой, да, ну, нафиг, говорит, надо, говорит, это... Надо было тебе еще хотя бы с кем-нибудь, там, с Персом, кстати, вот, он говорил, или бы с Амбросом. Вот, подраться. Я такой, ну, да, он такой, ну, сейчас, я, говорит, узнаю. Говорит, блин, тебе надо драться с ним. Потому что, говорит, он, ему надо защищать, а претендентов нету на, как бы, на защиту, ну, противостоять за поезд, да. Вот. И я такой, говорю, ну, будем драться. Он такой, только надо драться. Надо идти, вот, не как с грачком. У нас с грачком от хейтили все вообще, кому только не лень. Но я вообще просто, я так расстроился от этого боя, на самом деле, прям, хейт получили конкретно от жюри, там вообще просто, у нас все прям бу-бу-бу, скучные, скучные, я прям, вот, говорю, я прям хотел, прям, вот, прям, чтобы нокаут был. Слушай, ну, а вообще, вот после хардкора жизнь как-то изменилась, стали больше на улице узнавать. Как-то, может, в бизнесе как раз вашим получше стало. Ну, да, там приходят люди, типа, мачете здесь, там, спрашивают. Да, он говорит, сегодня не работает, там, туда, сюда. А мы сами сидим в зале. Парень, там, приходил с отцом. Он такой, а мачете будет, типа, здесь, это, тренироваться? Он такой, да, отец такой, ну, что, берем абонемент? Он такой, да, 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 берем. Но теперь после того, как чемпионский пояс забрал, еще больше будет. Наверное, да. Ну, а сам бы с кем ходить? Ну, вообще, ты видишь сейчас на данный момент претендентов в своей весовой? Да их много. Ну, вот, как ты думаешь, кого тебе могут предложить? Вот, просто по твоему мнению. Блин, я даже не знаю, честно. Ну, там, блин, пацаны со второго сезона, там, 84 такие хорошие, ну, остались, вот, они не прошли до 1-16. Которые вылетели вот в этом выпуске, да, там, по-моему, вот с Езидом дрался пацанчик. Вот он, который, как раз, да, 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 вот у нее Kitek, Kitek, Светлана, вот она тренирует, вот, неплохой. Реально, он мастер масс также, по-моему, тоже, по боксу, по-моему, кстати, я не помню. Неплохой пацан. Ну, а сам бы, с кем хотел подраться, может, какое-то громкое имя, скажем так, для медийности, чтобы немножечко раскрутить свой инстаграм, свое имя. Есть кто-нибудь такой, с кем бы хотелось бы порубиться со спортивной, медийной точки зрения? Может, есть какой-то личный закусон с кем-то? Не, вообще, я спокойный, ко мне никто не обращается, потому что, ну, я тихий, не газовый, как говорится, вот. Просто делаю свои дела в ринге, вот, да так, не, да, с кем, я даже не знаю, с кем можно было порубиться. Никулин там что-то хотел. Он, кстати, 84 же, по-моему, если не что-то. Да, он такой тяжеленький. Он 77-84, он там говорил, что хочет. Он говорил, да, да, он говорил, что типа бахло. И делает, да, перш, чоршанбе, там, панда и так далее. Хайп. Да. Битва. Битва за хайп. Я такой спортик, я не хайповый, чисто на спортивной. Тебе чисто на спортивной волне интересно. На спортивной волне, да, интересно. Понял. Миш, ну, смотри, спасибо тебе огромное, что согласился приехать. Да, нам интервью, что выделил время. Если не откажешь, хотели бы тоже приехать, возможно, как раз, когда узнаешь своего. Оппонента следующего. Побоксировать с тобой, поспарринговаться, отснять еще коротенькое интервью, как проходит там подготовка к бою. Да, конечно. Как настроить и так далее. Если не откажешь, мы с радостью примчимся тебе в зал. Все. Спасибо тебе огромное. Еще раз. Уже в очередной раз. За кроссовками. Победа. Обязательно, бро. Приезжайте. В общем, друзья, подписываемся на Мишу в инстаграме. Если вдруг кроссовки, тренировки, все туда, пишите ему. Все сделает по высшему разряду. Я думаю, так же не откажет людям, если они будут указывать промокод германский. Я думаю, не откажет. Все, друзья, в общем, пальчики вверх, колокольчики, подписочки. Все движухи эти ютубовские по-братски сделайте. Всех вас крепко. Обнимаем до хруста. Спасибо за актив. Любим, ценим. Пока.